Ты часто плачешь в жизни? Когда у нас не получается найти Петю, я начинаю перебирать. Уже есть драйв, уже что-то закипает. Скажи мне, а в кого ты такая умная? Безнадежно льщу. Скажи мне маленькую сказочку. Делаем книжку, будет называться «Сказки двух бабушек». Где-то родилась. Для меня топливом для жизни является суп. Когда тебе в последний раз было страшно очень? Олимпиада — это война. Юляшечка, расскажи мне, ты часто плачешь в жизни? Вдруг. Решила я тебя спросить, не знам почему. Ну, наверное, все-таки часто. Вообще, ты знаешь, наверное, прерогатива возраста — это прежде всего сентиментальность. Вот раньше я плакала меньше не потому, что я была черствой, а потому, что как-то меня не так трогали какие-то вещи. Причем плачешь обычно от простого, от неожиданного внимания, от искренности слов, от честности поступка. Плачешь от того, что уходят люди, которые, как ты думал, будут жить вечно, потому что ты был молод и ничего не понимал про то, что такое возраст. потери, причем это поколение старших, родительских друзей. Я плачу, приходя в церковь, когда оставлю за упокой. Хотя, когда я оставлю за упокой, это какой-то очень диалог интенсивный. Это называется за упокой, а на самом деле для меня это какая-то встреча. Какая-то радость. Да, встреча, потому что ты думаешь об этих людях. Алла Александровна Казанская, мой худрук, папа, конечно, бабушка, дедушки, дядя Олег Акселерот, Маргарита Санна Эскина, Михаил Саныч Ульянов, Гарина Львовна Коновалова. Вот я как бы с ними разговариваю, и я даже не понимаю, какие это слезы. Это слезы горечи, потери или радости того, что мы все равно на связи, что я их храню. Меня умиляют дети. Умиляют именно, да, потому что это, конечно, противное слово, я вот это умиление не люблю, но это что-то такое, понимаешь... Еще не тронутое. Да, оно такое вот какое-то ничем не замутненное. Как мне внук сказал в лифте недавно, он говорит, нюня, а ему 6 лет, вот, должно исполнить. Ты знаешь, папа так расстраивается в последнее время. Я говорю, что случилось, милый? Я так быстро расту. И вот он мне говорит это, и я вдруг понимаю, как он вырос, понимаю, как он мне позвонил, сказал, нюня, нюня, я поднимаюсь по ступенькам театра Вахтангова. И он трепещет, когда вот театр, когда все, да, или когда у внучки бывают какие-то зигзаги, какой-то нежности, невероятной женственности, несвойственной мне, абсолютно. Вот я понимаю, что... А ей сколько? Четыре исполнилось. Что она настолько женщина, на 150 процентов, как она себя ведет, как она опускает глаза, как она умеет манипулировать всеми, и знает, где надо заплакать, где надо упереться в угол, потом на нос, на предмет. И когда, значит, ей нравятся мужчины, она так кладет на грудь, обнимает руками, и так валаука смотрит. Я думаю, боже мой, ну что же за такое, за природа? А тебе с ними интереснее, наверное, чем-то со взрослыми. Ну мне с ними даже не интереснее, а мне с ними очень интересно, потому что все, что они мне сообщают, это пока их собственный опыт. Ну, конечно, им что-то объясняют, и в том числе и я, но они же воспринимают это по-своему, поэтому чистая монета. Это они не украли эту информацию у кого-то, да, а это вот их мыслительный процесс, это их размышления. Поэтому если у них рыба летает, это прекрасно. Если у них слон, наоборот, розовый, то это вполне соответствует системе координат, в которой они живут. Вот сегодня слон розовый, и бабы вышли на склон. Они тебя видели на сцене? Да, да. Внучка меня видела два раза в оркестре, это в театре Саниславского, Немировича, Данченко, где я очень рада, что Титель и Коробов Феликс меня пригласили. Для меня это было какое-то испытание, потому что когда у тебя за спиной такое оркестр, а ты одна, и ты как бы человек от театра. И мы с Женечкой Редько меняемся. Это первая часть, это Петя и Волк, а вторая часть Карнавал Животных. И Прокофьев, и Синсанс, это какая-то совершенно божественная музыка. А когда мы только репетировали, и вот заиграл оркестр, я вот помню, как у меня выгнулась спина дугой, потому что вот эта энергия инструментов, которая идет, ну и в общем, это восторг, потому что ко мне приходят дети вместе со взрослыми, и я им и показываю животных, рассказываю, и что у нас волшебная палочка, а на самом деле это дирижерская палочка, и с помощью этой палочки маэстро, а почему маэстро, потому что это главный человек в оркестре, от него зависит слаженность инструментов, и что мы представляем первую скрипку, потому что это очень важно, что есть скрипки. У нас не бывает неправильных ответов, например, когда у нас обязательно должен быть Петя, дедушка, но волка слова Богу нет, как мы говорим однажды. Почему? И одна женщина сказала, есть. Я говорю, у нас есть волк? Она говорит, это я. Сказала прекрасная женщина, чья-то мама. Вот. Когда у нас не получается найти Петю, я начинаю перебирать, там, а есть ли у нас Вася, или Коля, или Гриша, вот, и у нас иногда сказка называется не Петя и волк, а Вася и волк, вот, а потом у нас один раз не было дедушки. Какие у вас варианты хорошие? Да, я говорю, хорошо, но у нас есть бабушка, кроме меня. У нас была, да, Коля и бабушка, называлась она. Коля и бабушка, и волк в зале. Да, и волк в зале, да, у нас такие вещи бывают. Вот, я им показываю этих животных, представляю инструменты, рассказываю, значит, по ходу, что происходит. А потом, когда Син Санс, они у меня угадывают сами. Они слушают музыку, они хлопают музыкантов. Я очень люблю это, потому что, во-первых, мне кажется, что это очень какое-то для них незабываемое. Даже если они выйдут и забудут, это к ним обязательно вернется. Потому что они где-то узнают фагот, где-то узнают гобой, волторны. Я иногда играю на инструментах, на предположим, ксилофоне, пум-пум-пум-пум, по сопричастности есть. Я им рассказываю какие-то маленькие крохотные нюансы про контрабаст, что это мой любимый инструмент и что так редко бывает соло. А здесь у трех контрабастов однажды меня разыграли, пока я стоял в спину, пришел в четвертый контрабаст, и встал. Я говорю, сегодня будут три контрабаста, а вернулась я их четыре. Считай, это не обязательно. Да, но вообще... А почему это твой любимый... Контрабаст? Да. Не знаю, вот как-то вслед за Гершиным, я у него тоже это прочитала, контрабаст дает воздушную подушку. Когда есть звуки контрабаста, уже есть драйв, уже что-то закипает. Вот у него такой божественный какой-то тембр. И у меня даже спектакль сделан. Вся эта суета, это соло для женщины контрабаста. Потому что я, конечно, контрабаст. Я сначала думала, что я виолончель, потом я поняла, что я безнадежно лещу. Ну, а зачем тебе быть виолончель? Между ног ее держат, как-то это нехорошо. А контрабаст, да, вот, ну, не буду раскрывать всех секретов, пускай придут и посмотрят. Но это очень здорово, вот, когда ты обязательно слышишь. Вот я во всем оркестре я всегда слышу контрабаст. Вот у меня с ним... Ну, нет, это какой-то другой уровень звука. Да, да, да. В нем какая-то, вот в нем горы есть, да, в нем есть долины, вот какой-то он глубокий звук. Он такой сосуд, который не звенит, в котором нет воды, а это сосуд, который наполнен, и он гудит, потому что контрабаст гудит. Скажи мне, а в кого ты такая умная? Потому что тебя слушать одно удовольствие, я вообще не хочу ничего спрашивать. Ну, в папу, в маму, во все окружение, во внуков теперь уже. Во внуков? Конечно. Ты от внуков-то наберешься, будь здоровка. Да, 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 да. Вообще с рождением внуков я поняла, что вот кто-то скрывает, что там бабушка, это сумасшедший дом. Как можно скрывать эту гордость? Это какой-то, это новый виток общения с миром. Вот через внуков ты познаешь вообще что-то такое, иногда забытое, а иногда и непознанное. Потому что на самом деле в определенном возрасте ты не можешь захватить всю информацию. Ты что-то наверняка пропускаешь. Потом ты возвращаешься с детьми, и ты еще что-то надыбываешь, потому что ты же читаешь сказки, ты читаешь книжки, ты вдруг вспоминаешь, что эта сказка вообще прошла менту. Ты мне придумываешь сказки сама. И придумываю, а как же. А про что у тебя сказки? Ну-ка я сравню со своими. Значит, когда Гришанька рос сын, у нас же сумасшедший дом у меня, мой дедушка Григорий Борисович, папа Илья Григорьевич, сын Григорий Александрович, внук Григорий Григорьевич. У нас как-то так закольцевалось. Покруг Гриши, да. Покруг Гриши, да. Это такое вот какое-то священное имя. Когда Гришаня сын рос, значит, у него, благодаря дедушке, была такая придумка, у него была страна Бакалина. И эта Бакалина каждый раз должна была быть разной. Это могла быть колбасная Бакалина, молочная, кофейная Бакалина, лиственная, Бакалина улиток, Бакалина червяков, Бакалина бабочек. И вот Бакалина такая-то. И поехали. Вот, поэтому все, что касается, почему папа всегда так требовал от своих студентов, а теперь я, сценарий, вот это уже были зачатки. Скажи мне маленькую сказочку. Маленькую. Ну, например... Давай Бакалина дырок. Бакалина дырок. Жила-была девочка. Она была очень грустная. И на ней всегда были серые вещи. Так случилось. С длинными рукавами, длинная юбка. И жила она в Бакалине. В Бакалине очень редко... Звали ее как? Ее звали Рахиль. Вот жила в Бакалине Рахиль. И она гуляла по городу. В Бакалине очень редко бывало солнце. И ей было грустно чаще всего. Ей было грустно, да. И предлагали ей завести кошку. Завела она кошку. А с кошкой ей было грустно. И кошка была серая. А потом ей привезли собаку. Тоже серую. С коричневыми пятнами. И как-то тоже все было грустно. И она почти совсем не улыбалась. И вот жила она так жила. И вот исполнилось ей 8 лет. И однажды она встретила девочку. А из цыганского табора. Веселую, прекрасную. Они приехали в эту Бакалину. И девочка была такой оторвый, веселый, прекрасный. Все пыталась ее рассмешить. А Таня улыбалась, Рахиль, совершенно. И она посмотрела, во что одета девочка. У нее была, наверное, старая кофта, которая здесь порвалась, здесь порвалась, и здесь порвалась, и здесь порвалась. И на юбке была какая-то дырка видна была, коленка. И вдруг она посмотрела и сказала, а можно мы с тобой поменяемся вещами? Она говорит, ну у меня же такое все старое, у тебя новое. Она говорит, а мне вот почему-то нравится, как ты одета. И как сначала они переодели кофты, и вдруг у этой девочки оказались дырки. И она посмотрела и стала улыбаться. А потом они поменялись юбками, и у нее вылезла коленка. Такая острая, худая коленка. И она увидела свою коленку, и ей стало весело. И она стала улыбаться. А потом она увидела, как танцует девочка-цыганка. Она говорит, а можно я буду с тобой танцевать? И вот она стала танцевать, и коленка попала в дырку, и юбка еще больше порвалась. И вдруг она увидела, что в бокалину пришло солнце. И попадает она ровно в те дырки, которые есть на кофте, и в дырку в коленке. И у нее светлая солнечная коленка. И она увидела себя. И ей показалось, что все в жизни не так серо и не так гладко. И она прибежала домой во всем рваном. Мама ахнула, сказала, боже мой, какая ты грязная. Ты вся в дырках. Она говорит, нет, нет, нет. Ты не поняла, мама. Это солнце. Здесь у меня живет солнце. И она сказала, давай срочно позовем кошку. Давай скорее позовем кошку. И вот она позвала кошку серую. И придумала, что она завязала ей тряпочку, на которой была дырка. И вот у кошки появилась своя дырка. И тогда солнце упало на кошку. Потом они позвали собаку. И привязали ей на лапу что-то такое. Или надели какую-то попону, в которой тоже была дырка. И туда тоже солнце. И вдруг оказалось, что дырка это не только рваная, а дырка это весело. И что, наверное, именно оттуда пошла мода из этой бокалины. И, может быть, цыганка и рахиль были предтечем этой моды. Когда молодежь получает удовольствие от того, что у них дырки на джинсах. И это перестало быть мавитоном. И того, что это диккенсовские оборвыши. А что, когда видна коленка или виден локоток, да, или ручка. Значит, они есть. Да, значит, они есть. Это, во-первых. И именно туда любят проникать солнышко. Юляшечка, ты знаешь, у меня вот сейчас вот параллельно мысль. Давай мы с тобой сделаем книжку. Будет называться «Сказки двух бабушек». Нет, а почему нет? Я считаю, что это очень, я вижу очень такой хороший материал. И будет она посвящаться двум прадедушкам, которые нас с тобой это научили. Давай сделаем, это я тебе серьезно говорю, абсолютно сейчас. А я тебе так же серьезно улыбаюсь. На мне же дырки, я же не могу не серьезно. Несерьезно ты не можешь. Нет, ну вот эта вот мне идея пришла, я считаю, что это будет просто... Да, ну вот сказки у нас востребованы. И будет называться «Рождественский Рудберг». А ты что любишь на Рождество есть? Поскольку я не до такой степени, как сказать, правоверный человек, что до первой звезды, и там ничего не есть, и пост, и... Да, просто это, мне кажется, что Рождество – это очень красивый стол. Это очень красивый. А Новый год – это очень вкусный. Ну ты сама что-то готовишь дома или времени нет? Ну, очень редко. У меня бывали припадки, вот я очень любил готовить одно время супы, причем самые разные. Я вообще люблю суп, потому что я... Скажи мне про один. Я очень люблю, вот берется вода. Берется суп. Берется вода. Значит, туда немножко картошки, немножко сельдерея, немножко морковки. Ну, такой овощной. И еще я очень люблю, когда там есть цветная капуста или брокколи. Вот. Доводишь это до легкого кипения, а потом тогда были сырки плавленые. И вот туда полтора, потому что я не очень люблю жирные супы, да. Вот этот сырный суп, он овощной без всяких... Без блендера, без всего просто. Без всего, вот именно вот такой, да. Мне очень важно, чтобы был сельдерей, вот я говорю, брокколи. А что у тебя с ним связано? Ненавистный какой-то продукт с советских времен, я имею в виду. Его же не было никогда. У меня есть сельдерей и, я не знаю, как правильно говорить, ревень или ревень. 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 Думали тоже. Компот из ревеня, варенье из ревеня, пирог с ревеня. Откуда у тебя? Где-то... Деревня. Я? Тебе зачатие, я помню, не точно. Ну, я понимаю. Нет, ну, мы просто... Где-то взял эти все овощи, потому что их фрукты... Ну, все, что касается ревеня, это деревня. И вот мы много лет жили на терраске в Луховицком районе, на реке Осетр. Одно время в палатках жили, прямо на берегу. Там папа строил с дядей Вити Гринем, со своим другом и роскошным театральным художником катамаран. Это уже был второй катамаран, и там был просто лагерь, там было 560 человек, собаки и ревень. А поскольку это просто, это же, ну, как сказать, такое растение достаточно дикое, компот из него просто варится, вкусно невозможно, пирог из него просто делается даже на костре. А вот эта кислость, которую я ненавидела и до сих пор терпеть не могу, очень сладкая. Я люблю кислое и соленое, очень люблю, да. Вот поэтому... А в сельдерее есть ощущение сочности. Я очень люблю все, что сочное. Вот сухомятка не очень. Вот, например, ман... А как ты живешь тогда вообще вот в гастролях? Мне кажется, там сплошная сухомятка. Нет, но все-таки как раз в гастролях нас, ну, во всяком случае, сейчас уже, это когда-то, когда съемки были, вот меня спрашивали, а что ты ела? А что ты ела? И было название еды, кинокорм. Я не помню. Я знаю, что кинокорм. Кинокорм это было что-то, да. Да, что-то, ну, там гречневая каша или какой-то там рис или что-то такое. Я не помнила. Какой-то суп или не суп, прохладный, не помнила. Потом уже стало, как сказать, ты даже выбираешь, у тебя диет-стал, не диет-стал, там, как сказать, это уже с оливковым маслом. Ну, я имею в виду, майонез для меня вообще не существует. Вот. А на гастролях у нас как раз нам либо суточные выдают, либо переводят на каждую точку, чтобы ты, собственно говоря, мог заказать. Неважно, ты хочешь съесть суп. А почему я говорю о супах? Потому что я, наверное, какой-то вид транспорта, на самом деле, не только человек. Вот Агитсон паровозик, это про меня. Потому что когда я на маршруте или когда я куда-то лечу, и надо работать, не спать, для меня топливом для жизни является суп. Это либо бульон, либо борщ. Или пенициллин, как говорила. Да, вот. Потому что это дает тебе силы. Это горяченькое, жиденькое. Это не тяжело для желудка. Быстро выходит. Да, да. И ты, как сказать, вот ты заправляешься, и ты можешь функционировать. Перед длинными перелетами всегда. Вот и когда летим в Америку, и когда из Америки, обязательно должна съесть суп. Это, наверное, такой ритуал, но он не ау-си-мирикё, а он связан именно для того, чтобы себя хорошо чувствовать на борту. Скажи мне, когда тебе в последний раз было страшно очень? Когда я смотрю телевизор... Ну, это каждый день, значит, текст страшно очень. Есть вещи, которые невозможно даже объяснить. Казалось бы, просто там разговаривают главы государств, или какой-то ненормальный юноша берет автомат и погибает 19 детей. Меня сейчас уже не очень волнует это даже где происходит, потому что мне кажется, что до тех пор, пока мы не объясним себе, где бы это ни происходило, это происходит лично со мной и с нами. Что нас сейчас объединяет или разделяет? Это не санкции, это не тот стол номер один или номер два, который ты себе позволяешь. Даже не уровень заработной платы, в чем ты ходишь. Нас разделяют вероисповедание, то, что делают, на мой взгляд, христиане и мусульмане, это связано просто с оружием и с мордобоем, со взрывами, с уничтожением другого, физическим. А второе, мне кажется, очень страшным, что человечество потеряло Олимпийские игры безнадежно. Мне кажется, что это были те крохи, которые, ну, они настолько примеряли, останавливали человечество, останавливались войны, когда шли Олимпийские игры. Да, естественно, это все в прошлом, далеком. И какой Пьер де Кубертен, и какой, как говорят, великий бегун, великий атлет, великая прыгунья, да? И дело не в том, к какому государству, а сегодня ей рукоплещет весь земной шар. И начиная, в общем, с Адольфа Гитлера, когда Олимпиада, это стало инструментом политики и войны. А сегодня, мне кажется, что Олимпиада, это война. Не нужны такие Олимпийские игры человечеству, потому что это новое поприще для войны. Это унижение прекрасное, ужасное. А на самом деле унижение всех. Раньше люди улыбались и были счастливы, когда они выходили. Когда мишка улетал. Да, вот все, что было потрясающе, Олимпийские игры, это было равно Новый год. В Новый год все равно люди загадывают желание верить в то, что это будет. И они становятся детьми. Олимпийские игры, это была история из детства для взрослых людей. Это как космос был тоже, да? Вот когда Юрий Гагарин ведь весь мир аплодировал. Просто человеку. Человеку. И когда английскую королеву спросили, как вы будете фотографироваться, вам нельзя. Она говорит, простите, мне нельзя просто с людьми. А это не совсем землянин. Да. Вот. То есть я очень рада, что я сейчас поеду в Лондон вместе с мамочкой, потому что мама будет впервые в Лондоне. Потому что я хочу маме успеть показать последнюю страну, где есть королевские привычки. С последней королевой, которая после нее уйдет понятие того, что есть королева. Потому что Елизаветушка, это просто... Вот для меня это совершенно неподражаемый, неповторимый пятый элемент. И вот все королевство земного шара, вот все королевское принадлежит только ей. Все остальные могут нервно курить. Они могут жениться на ком хотят и так далее. И вообще все это надо отменить уже, да? Включая ее внуков, ее сына. Очень смешно. Я смотрела передачу гениальную, где в Англии собрали всех актеров и актрис, которые там на протяжении какого-то долгого времени играли Гамлетов. И там была вся препарка в том, что выходил первый, предположим, там, Кен Бербейдж, и говорил, «Би, а not to be, that is a question». «Би, а not to be them». Выходил следующий, и был «Би-о». «Би-о». Это потрясающе, да? И выходили женщины, которые... Все аплодировали, потому что это было убедительно. Потом они друг с другом. Это джазовая импровизация на фразе Шекспира. И последним, это гениально придет. Вышел принц Чарльз, который обнял их всех, и в камеру сказал, «Би-о, not to be, that is a question». Потому что для этого человека эта фраза идет по жизни. Вот когда так обращается Шекспира, вот это был его королевский поступок. Это красота. Он был настоящий принц датский. Я собираю такие истории, потому что для меня самый прекрасный юмор, который существует на свете, это английский. Я очень люблю английскую литературу, потому что она наполнена иронией, самоиронией, каким-то двойным дном. Она в 3D всегда существует. Да, да, это все подобное. Вот. И англичане меня до сих пор повергают в какие-то состояния восхищения перед их интеллектуальным юмором. Впрочем, как Черчилль на бумаге, а не все его поступки в политике, хотя он был великим, но то, как писал этот человек, его афоризмы, это что-то невероятное. И гиена Бернард-шоу, который не принимал Сару Бернард, потрясающий Диккенс и Оскар Уальд. Вот поэтому я их очень люблю. А Пастернак? Пастернак? Пастернак – это вообще какая-то особая статья. Это такой тунгусский метеорит. Я вот недавно закончила книжку Дмитрия Быкова, вот ту самую монографию, за которую он получил Букера. Ему большое спасибо, потому что он, при всем при том, что эта книга весьма субъективна, но то, как он рассказывает о Пастернаке, о его жизни, вот эти главы, вообще вот с момента, как сказать, его появления как личности, да, это произошло достаточно рано. Пастернак – это несостоявшийся великий музыкант, потому что именно Скрябин и пествовал его, и, с другой стороны, его утопил, потому что когда в очередной раз Скрябин сказал ему, а у Пастернака не было абсолютного слуха, он дико мучился по этому поводу, когда он сказал, что, вы понимаете, мой дорогой, абсолютный слух не нужен композитору и великому музыканту, он нужен настройщику, который настраивает, да. И Пастернак, когда, значит, написал очередные композиции и так далее, а слово «композиция», потому что великие композиции его стихов и абсолютная музыкальность везде. Он загадал, что если он придет к Скрябину, и тот ему скажет, что еще раз эту фразу, он больше никогда не будет музыкантом. И попытался быть философом, он уехал в Германию. Ну, решил писать. А что было дальше, мы знаем. Да, да. А что было дальше, мы знаем, и даже знаем, чем это кончилось. Так вот, у него есть сложнейшие стихи, музыкальные иногда, где надо очень сложно искать рифт, а есть великая простота. Конечно, это хрестоматийная стихотворение, но я его обожаю. Если б знал, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынув горло и убьют. От шуток с этой подоплекой я бы отказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Но старость — это Рим, который взамен турусов и колес. Не читки требуются актера, а полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И тут кончается искусство, и дышит почва, и судьба. Субтитры подогнал «Симон»